В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Смотрите сегодня. Как к себе домой задержан подозреваемый в серии двухступенчатых квартирных краж? Какие лейблы, какой катон? Найден фальшивый лакост в рязанском магазине. Для них преступник – открытая книга. Главное – правильно ее читать о специалистах и оборудовании Следственного комитета. Как хитроумны и изобретательны стали нынче грабители. Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в серии двухступенчатых квартирных краж в Рязани. Что характерно, на входных дверях жертв никаких следов. Преступник заходил как к себе домой, забирал деньги и ювелирные украшения. Оказалось, все эпизоды объединял еще один важный факт. За несколько часов до кражи у хозяек пропадали сумочки с ключами и документами. Лицо, пользуясь тем, что граждане оставляют свою ручную кладь, в первую очередь сумки, без присмотра, завершало их хищение, после чего, изучив содержимое, обнаружив паспорт и ключи от жилища граждан, выезжало на место, при помощи ключей проникало в квартиру, проводило осмотр и, установив ценные вещи, в частности, денежные средства, золотые изделия, похищало их, наличием и распоряжаясь им уже по своему усмотрению. А где именно кражу ты совершал сумки? Ну, кражу сумки совершал в мебельном магазине и в парикмахерской. Не, ну, сперва, сперва и шел в ближайшее место, смотрел сумку, если там находился паспорт и ключи, вызывал такси и ехал по адресу. Оказалось, что везение в криминальных делах уже подводило мужчину. Он привлекался к уголовной ответственности как раз за хищение. И есть подозрение, что это не весь его послужной список. Возбуждены новые уголовные дела. Что такое контрафакт, сегодня знает каждый. Продать кроссовки Adidas намного проще, чем обувь неизвестных умельцев. Главное, изготовить ее достойно и цену назначить пониже, чем на оригинальный товар, но более или менее соответствующий уровню бренда. И покупатель рад, дешево купил известную марку, и продавец доволен. Быстро и выгодно все продал. Только обладатель бренда в накладке. Ему от этой сделки одни убытки, выражающиеся не только в неполучении прибыли от реализации продукции, на раскрутку которой потрачено столько сил и средств, а еще и в жалобах покупателей, как следствие, падение рейтинга популярности продукции бренда. На днях в Рязани на улице Гагарина полицейские обнаружили, что в одном из магазинов лакост вовсе не лакост, а сплошные слезы. Артикул не продукции Adidas, само качество материала не соответствует данной организации, и не ровные швы также присутствуют на данной продукции. Молния выполнена из дешевого металлического материала. Нет специального артикула, который определяет размер продукции. Кстати, для справки. В современном мире к традиционному контрафакту добавился еще один – виртуальный. Контрафактный контент – проблема довольно реальная и весумая, снижающая престижные рейтинги исполнителей, авторов и солидных компаний, владеющих сайтами. Ворованный контент – это качественные продающие тексты для сайтов интернет-магазинов и коммерческих компаний, позволяющие интернет-услугам стабильно удерживаться в первой десятке поисковой выдачи. Так что плагиат в любом виде исполнения – штука довольно неприятная, и нарваться на нее можно где угодно. Как ни крути, а наркотики – это неисчерпаемая тема для общественников и следователей. Например, в Старожиловском районе буквально на прошлой неделе был задержан еще один молодой человек. Покопавшись у себя в карманах, злоумышленник нашел очень подозрительный сверток. А это тут что есть? Понятное имею. Непонятный для добропорядочных граждан предмет – ничто иное, как наркотик синтетического происхождения. На самом деле, проблема наркомании не имеет границ. Просто везде своя определенная специфика. Так, например, Москва и Санкт-Петербург всегда первыми принимают очередную наркотическую волну. Вторым эшелоном идет Ульяновск, и рано или поздно проблема достигает Рязани. Сложность ситуации заключается в том, что синтетические наркотики превращаются для некоторых в обязательный атрибут отдыха. Эти вещества часто рекламируются как разрешенные курительные смеси или легальные порошки. К сожалению, в нашей стране несколько лет назад такие соли продавались вполне законно и прочно захватили наркорынок. Продавцы смогли создать собственную дилерскую сеть, немного потеснив героин. При этом среди молодежи они относятся к разряду относительно безопасных. Только результаты удручают. Одни в тюрьме за продажу и хранение, другие не похожи на людей, по крайней мере здоровых. Третьих остается только вспоминать. В 2011 году по инициативе президента Российской Федерации был создан новый государственный орган – Следственный комитет, который стал напрямую подчиняться главе государства. Для нас эта дата тоже стала в какой-то мере знаковой, ведь она положила начало тесному плодотворному сотрудничеству с лучшими следователями и экспертами-криминалистами нашего региона. Выражения «предварительное расследование» или «судебное разбирательство» впервые прочно вошли в обиход горожан при Петре I. И поверьте, даже в те далекие времена прохиндеев и мошенников было не меньше. Майорские канцелярии уличили в коррупции 11 из 23 тогдашних российских сенаторов. Таким было начало 18 века. И после смерти Петра коррупционеры верховодили еще десятки лет, пока Александр II не ввел должность судебных следователей. Современный федеральный закон практически ознаменовал окончательное восстановление Петровской вне ведомственной модели организации следствия. Та специфика, которая есть только в отделе криминалистики. То есть в других следственных отделах таких полномочий и функций не имеется. У нас сегодня на вооружении самые современные методики обнаружения следов преступлений, самые передовые методики раскрытия всех видов преступлений. Времена, когда место преступления обследовал детектив Слупой, давно миновали. Сейчас в распоряжении сыщиков целые экспертные центры и научно-исследовательские институты с разнообразными лабораториями и электронными базами данных. Но главное оружие против преступности сами эксперты – особая когорта специалистов. Люди, которые душой верны своему делу и которые порученное дело выполняют с высоким качеством и оперативно. Только один и этот чемодан способен дать ответы на десятки вопросов. Когда совершено преступление? Сколько людей принимали в нем участие? Какие улики они оставили? И как заставить их заплатить за содеянное? И лазерные дальномеры, и рулетки, пробирки, вот, то есть кисти для дактилоскопии. Сегодня специальная химия позволяет найти даже уничтоженные следы преступления. Вот по последнему как раз убийству, которое тогда у нас раскрыто было, человек в квартире убрался, одежду постирал после убийства. Прошло там сколько дней? Это больше недели? Вот среди его вещей, обработав вот этим вот раствором вот этого вещества, на полу, на ступенях в доме, на одежде была кровь обнаружена. Если преступник уже попадал в поле зрения оперативников, уйти от заслуженного наказания шансов у него практически нет. В некотором отношении экспертиза загадочна, как химический синтез. Два химика одним методом проводят одну и ту же реакцию, но у одного процесс идет, а у другого нет. Кто-то называет это шаманством, другие говорят талант и не ошибаются. Романтично это только в сериалах. В обычной жизни они не ходят с троем, срываются по первому звонку в любое время суток и стараются не принимать блеска к сердцу то, что приходится наблюдать. В этой комнате сымитирована стандартная обстановка места происшествия, конкретно убийства. Здесь вы видите у нас манекен, изобрающий труп, орудие преступления предполагаемое. Капли крови, окурки, нехитрая утварь, какие-то вещи. В неблагополучных квартирах сразу и не поймешь, что из этого появилось в день убийства, а что лежит уже не первый месяц. В таких учебных комнатах молодых следователей и экспертов как раз и учат уметь читать следы преступления. Если, предположим, останутся отпечатки пальцев на стекле, то для этого мы используем магнитный порошок, к примеру. Набирается порошок и начинается обрабатываться поверхность. Отпечаток скопируют на специальную пленку, его проверят в базе данных и будут искать обладателя. Это, пожалуй, самые простые средства, с помощью которых работают криминалисты. Главная магия происходит здесь, в лаборатории отдела. Эта установка нужна для фотосъемки объектов экспертиз. Ну, например, в данный момент у меня здесь зафиксирована дактилопленка со следом руки, с которой я пытаюсь получить фотоснимание для дальнейшего исследования. Современная техника позволяет видеть то, что недоступно человеческому глазу. Сейчас мы устанавливаем купюру в поле зрения микроскопа. Здесь, за моим персональным компьютером, мы можем непосредственно наблюдать то, что у нас находится в поле зрения микроскопа. Для осмотра места происшествия даже фонарь должен быть повышенной мощности со съемными фильтрами, чтобы обнаружить биологические следы и микрочастицы. Это аппарат УФЭД, с помощью которого мы можем вытащить все данные из телефона, независимо от того, стерты они, не стерты. За этой процедурой эксперт-криминалист и сам больше похож на взломщика с десятками отмычек, способного в прямом смысле обнаружить то, чего давно нет – переписку, звонки, телефонную книгу, фотографии и прочее. А это гордость следственного управления – цианокрилатовая камера. Внешне чем-то похоже на обычный духовой шкаф, только вместо вкусных ароматов внутри летают ядовитые пары. Сюда помещают предмет с места преступления или орудие убийства, с которого нужно снять отпечатки. Учитывая, что непосредственно контакта с объектом исследований нет, следы рук на выявляемых объектах получаются наиболее полными, наиболее чистыми, неповреждёнными. Это облегчает в дальнейшем их исследование. Специальный состав цианокрилата испаряется в камере. Здесь вот в ней поддерживается определённая влажность, что позволяет уравнять консистенцию старых и новых следов. Пары цианокрилата оседают в виде белого налёта на следах рук. Чем ценна эта экспертиза, она не портит, так сказать, объект. В последующем этот объект может быть исследован и при генетическом исследовании. То есть для выявления, нахождения и идентификации потожировых выделений человека, других биологических следов для идентификации личности. Если преступник пойман, но не спешит признаваться, или его показания вызывают сомнения, добро пожаловать сюда. Комнату психофизиологического исследования. В простонародье это детектор лжи. По-научному полиграф. Вот место для подэкспертного. К нему подключаются датчики. Имеет специальную программу эксперта. Все реакции, которые происходят во время проведения исследований, они видны на мониторе. В последующем они распечатаются на полиграммы. А для процедуры опознания, во избежание лишних эмоций, используется помещение со специальным стеклом. Включается освещение дополнительное. Опознаваемое лицо находится в этой части кабинета, а опознающий находится за стеклом. Я сейчас нахожусь на месте опознающего свидетеля, либо потерпевшего. И вот через это стекло я смотрю на предъявленных мне лиц. Мы видим преступника, но преступник не видит нас. Вкупе все эти возможности и приводят к высоким показателям. За цифрами отчетов такого не увидишь. А вот если это цифры в документах предполагаемых злодеев, другое дело. Коррупционные и налоговые махинации на плечах дамы, эксперты отдела криминалистики Елены Заикиной. Ее злоумышленники умны и коварны и ловко маскируются. Профессия закрытая, да. Работает с документами, тихо, молча. Не предполагает общения. Кино и интернет раскрыли немало секретов и жуликов, и тех, кто отправляет их за решетку. Но так или иначе, много преступлений происходит из-за лишней рюмки. Особую тревогу вызывают трагедии с участием несовершеннолетних. Теперь к ним добавились и уголовные дела о самоубийствах. Установить все обстоятельства смерти несовершеннолетнего возможно только следственным путем, проводя различные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, допрашивая круг общения несовершеннолетних, его родителей, педагогов, соседей и иных родственников. Резонансны они или нет, но как только выйдет новая программа или газета, общественность забудет одни происшествия и будет смаковать другие. И только близким пострадавших будет мало установленного судом наказания. Задача следователей и экспертов – помочь Фемидзе правильно применить чашу весов. И в заключение напоминаю наши координаты. На случай, если у вас есть неразрешимые ситуации, интересные герои или актуальные вопросы, на которые могут ответить только специалисты. Звоните в нашу редакцию по телефону 720020 или 720021. Постараемся разобраться вместе. А на сегодня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова